Сегодня в программе. Президент в мешке избран. Главный вопрос после избрания. Кто вы, господин Андрис Берзич? Чего можно ожидать от нового президента страны? Политический Новый год отпразднован в прошлую субботу. Начинается политическое похмелье. Как ростов парламента изменит жизнь страны? Создадут ли центр согласия и единства осенью новую коалицию? Зачем это надо единству? И готово ли оно ради этого выгнать из партии националистов? Итак, свершилось. Латвия получила нового президента. По красивой латвийской традиции, общество, да и депутаты, которые за него голосовали, узнают, что он за человек только после его избрания. Что мы знаем о его взглядах, о его характере, о его предыдущей деятельности? Знаем ли мы, что он планирует делать на этом посту? Все это как лотерея, в которой может повезти, а можно проиграться в пух и прах. В четверг Сейм купил лотерейный билет. Будет ли он выигрышным или проигрышным для страны, будет зависеть от самого Андриса Берзиньша. Он избран голосами партии, которые многие называют олигархическими. Поэтому главный вопрос, которым задается латвийское общество, будет ли он от них зависим? Предыдущая статистика по президентам показывает, что новоизбранные президенты сразу или через какое-то время стараются дистанцироваться от тех, кто их избрал. Во-первых, по закону психологии человеку не нравится быть кому-то обязанным. Во-вторых, президенты не хотят казаться марионетками и всеми силами стараются показать обществу свою независимость. Один из способов – это проявить особую жестокость к тем, кто его избрал. Тогда уж точно никто не заподозрит. Так было с Вайерой Виттер-Фрейбергой. Фактически она была избрана благодаря усилиям Народной партии. На протяжении своего восьмилетнего президентства она постоянно была в конфликте с народниками и много раз портила им всю игру. Те, кто ее выдвигали, не ожидали, что серая незаметная чиновница, возглавлявшая Институт образа Латвии, так преобразится после своего избрания и станет проводить независимую от партии политику. Нынешний президент Валдис Заттлерс, как известно, за свое избрание должен быть благодарен тройке олигархов – Айвару Лэмбергу, Андрису Шкелле и Айнару Шлессерс. На протяжении последующих четырех лет он всячески пытался доказать свою независимость от них. Апогеем этой внутренней и внешней борьбы стала его знаменитая речь, в которой он объявил о распуске парламента. Ней он обозвал тех, кто его избрал, олигархами и призвал с ними бороться. А с распуском парламента он создал своим благодетелям большие проблемы. Народной и первой партии на внеочередных выборах необходимо чудо, чтобы преодолеть 5-процентный барьер. А зеленым и крестьянам придется серьезно попотеть для того, чтобы повторить предыдущий результат. Так сказать, ответил неблагодарностью на предобрейшее. Новоизбранного президента Валдиса Заттлерса на улице перед парламентом толпа встречала улюлюканьем. На пресс-конференции ему тоже здорово досталось. Через 4 года все зеркально изменилось. Те же самые люди, которые его проклинали в день его избрания, встали в пикеты в его поддержку. Журналисты, которые его обвиняли во всех смертных грехах, призывали парламент его переизбрать. С таким же отношением столкнулся и новый президент. Поэтому факт, что Андрис Берзинч был избран голосами олигархических партий, пока ничего не значит. Все будет зависеть от него одного. От его характера, взглядов, желания что-то изменить. Так кто же вы, господин Андрис Берзинч? В этом вопросе в своем репортаже пытался разобраться Олег Малинин. Кто вы, мистер Берзинч? Этим вопросом сейчас задаются многие. Андрис Берзинч родился в 1944 году в Нитауре. В 1971 году он закончил политехнический институт. В 1988 – экономический факультет Латвийского университета. В 1989 году избран в Совет народных депутатов Валмирского района и возглавил местный исполком. В 1990 году был избран в Верховный совет, работал во фракции Народного фронта Латвии. 4 мая 1990 года голосовал за восстановление независимости. С 1993 по 2003 год Берзинч возглавлял Унибанк. В 2010 прошел в Сейм вместе с Союзом зеленых и крестьян, но при этом остался беспартийным. Личные накопления, не считая обширной недвижимости, более 2 миллионов латов. Берзинч является получателем самой большой пенсии – почти в 5000 латов. При такой биографии личные качества Берзинша сомнений не вызывают. Коллеги о его характере отзываются с уважением. Он не терпел пустозвонства. То есть мы могли прийти к нему с любым опросом. И если нет ответа, спрашивают ответа. Какой был бы ответ и какой это лучший вариант решения. Но это если приходили по делу. Если начиналась пустая болтовня, это он прерывал очень быстро и очень решительно. При этом Андрис Берзинч способен на решительный и крупный поступок. История, ну то есть его жизнь предыдущая, показывала, что он на это способен. Но у него и проходит процесс, пока он это решение принимает. Он слушает очень многих, выслушивает очень многих. Что у него? Он редко высказывает, какой ход его мысли есть. Но когда он приходит к окончательному решению, это окончательное решение. И иногда очень радикальное. Но, как известно, главами государств не рождаются. По мнению наблюдателей, Андрис Берзинч пока еще не президент. Страна получила человека, который должен с нуля учиться, что такое быть президентом. Это однозначно. Страна получила человека, который не умеет говорить с публикой, который знает английский на уровне третьеклассника. Конечно, у него есть та же проблема, которая была у господина Затлерса, который не очень хорошо во время выдвижения умел, как говорится, и говорить с масс-медиа, и себя презентировать. Но, предположим, это дело наживное. Но сомнительное прошлое нового главы государства, по мнению Лату Лапсы, еще долго будет оставлять почву для размышлений. Я имею в виду деятельность господина Берзинча, начиная с конца 80-х, и участие в так называемой валмирской группировке, и участие в приватизации Унибанка, и очень сомнительные результаты Унибанка, включая 15 потерянных миллионов во время российского финансового кризиса. Журналист уверен, Андрес Берзинч – это человек Шкелы, а не Лэмбергса. Именно в сотрудничестве с его клубом был приватизирован Унибанк. Президентом Унибанка Андрес Берзинч стал не просто так. Он участвовал в его приватизации. Окончание его карьеры в банке было тоже неоднозначным. Под руководством Берзинча банк вложил крупную сумму в российские ценные бумаги, которые прогорели после кризиса 1998 года. Считается, что именно после этого банк пришлось отдать скандинавскому СЭБу, с которым у Берзинча были серьезные разногласия. Но в то же время эксперты наперебой заявляют, Берзинч – человек самодостаточный, на него трудно повлиять. Я не думаю, что он является марионеткой. Это не только такие разные слова, когда он говорит, что у него есть 2 миллиона свободных денег, это значит, что он богатый человек, и что он может быть намного из-за этого тоже свободнее в своих решениях. Очень сильно ошибаются те, которые думали о том, что на него можно повлиять. Очень сильно ошибаются. С любой стороны, с любой партии. Не исключено, что Берзинч станет тем самым крепким орешком, который может себе позволить наплевать на влияние олигархов. Олег Малинин, Игорь Никитенков, Лаврис Карклинш, телекомпания ТВ5. Судя по характеру, Андрис Берзинч будет пытаться...